Приветствую вас, я думаю, что Кудряшов Игорь Леонидович очень хорошо ответил вам на ваш вопрос, я думаю, что вряд ли именно к его ответу можно что-то добавить. Но я все же постараюсь это сделать, потому что мне представляется история так, что есть некоторые моменты, некоторые нюансы, которые, возможно, ускользнули от вас. И, вероятно, именно об этом я и хотел бы поговорить с вами. Значит, смотрите, сразу бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы пишете о своей потребности в личной жизни. То есть, вы пишете, что вам хочется отношений. Вот. То есть, личная жизнь для вас имеет достаточно, ну, серьезное значение. И у меня к вам, у меня к вам возникает вопрос. 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 У меня к вам возникает вопрос. Для чего вам нужно, для чего вам нужны отношения? Зачем они вам отношения, что вы, ну, хотите от отношений для себя, понимаете? Понимаете? Вот это, пожалуй, то, что нужно вам, в первую очередь, для себя, поисследовать. То есть, это то, что вам нужно, в первую очередь, для себя, понять. Дальше. То есть, что будет дальше. Это уже, конечно, нужно смотреть, это уже, конечно, нужно исследовать, но, в первую очередь, это все-таки для чего вам нужны отношения. Потому что, давайте будем честны, вы в чем-то нуждаетесь, ну, в контексте отношений, в чем-то вы нуждаетесь, что-то вам нужно. И вы пытаетесь это найти, в том числе через людей, через девушек, через женщин и так далее. А цели ваши такие требования к ним. То есть, у вас нет определенного баланса в отношении к девочкам. Всех вы не принимаете. Нужны только те, вам нужны только те, которые вам что-то дают. Другой вопрос. Что именно они вам дают? Это уже другой. Ну, как правило, как правило, человек, находящийся, скажем так, примерно в вашей ситуации, находящийся примерно в вашей позиции, пытается за счет другого, ну, за счет своего партнера, пытается что-то для себя получить, пытается что-то для себя достать. То, чего нет у него самого. Вот. Именно поэтому я вам и задавал этот вопрос. Для чего вам нужны отношения? Именно поэтому я вам и начал свой ответ с этого вопроса. Для чего, зачем вам отношения? Конечно, очень важно понять, как вы воспринимаете девушку. Очень важно понять, какие девушки именно вам нравятся, какие нет. Ну, для чего вы строили отношения, как вы строили отношения, как вы выстраивали эти отношения, ну, вот, с ними и так далее. Это все очень важная история, это все очень важный момент. Итак, большинство моей жизни, мои отношения и личная жизнь обходили меня стороной. Я не знаю, как вас зовут аноним, поэтому буду просить вас аноним. Знаете ли вы, что такое личная жизнь? Личная жизнь, это жизнь личности, а личность это нечто отдаленное, отделенное от других людей. То есть, тут вот можно сказать, ну, конечно, не точно, но можно сказать, что вы понятие личной жизни воспринимаете не совсем верным. Вот. Дальше вы пишите, отношения обходят меня стороной. На мой взгляд, на мой взгляд, это тоже такой очень тонкий момент, что отношения, как вы говорите, обходят вас стороной. Потому что отношения не могут быть самоцелью. Для вас же они именно этим и стали. Самоцелью, отношению. Только вот самоцелью для чего они вас стали? Для вас. Дальше, это я делаю все, чтобы было наоборот. Ну, а зачем? В юности вы очень худым плечам, никто мне дали квадрат, вот от кого это прошло. То есть, здесь имеет место быть комплексы. Да, получается? Ну, получается, что у вас есть недовольство собой. На вас никто не смотрел. Вы думаете, что не смотрели на вас? По-видимому, ну исключительно из-за ваших прыщей. Вот. Ну, если вы так думаете, то я боюсь, что вы не правы. Потому что дело здесь совершенно не в том, как вы выглядите, абсолютно. Дело здесь, что же, в другом. Я бы сказал, сказал, дело здесь в том, как вы себя позиционируете. Вот. А позиционируете вы себя явно не очень хорошо. Судя по тому, что вы описываете. Вот. Ну, отсюда, по-видимому, и растут корни ваших проблем. Вот. Хотя, понятно, что наверняка это утверждать нельзя, потому что слишком мало информации. А вас? Дальше. Идем. Так. Да, ты учился отлично в школе вузе, ходил на спортивные секции. Давно жил отдельно от родителей. Работал и жил полгода за границей. Сейчас в этой же компании. ВРФ на неплохой должность. Стараюсь, вот, радостный стаж. Слечу за собой и своим гардеробом. Слушайте, ну, сет похож на некий такой, какой-то, вы знаете, если можно вам так выразиться, джентльменский, джентльменский социальный набор. Вот, вот, на что это проходит. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но то, что вы делаете, очень напоминает какую-то обязанность, столь. То есть, вот, вы это всё делаете, просто потому что, ну, не знаю, должны, должны, к примеру. А, вот, вы считаете, что вы должны это делать, всё. Ну, то есть, это, нет ощущений, что вы это делаете для, ну, для души. По крайней мере, вот, так мне кажется. Кажется. Вот. То есть, тут, опять же, нужно ответить вам, себе на вопрос, что вы делаете для себя. Что-то, 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 для себя. И делаете ли вы что-то для себя. Потому что есть у меня такое впечатление, что, вот, всё, ну, всё, что происходит, это делать для других. Вот. Ну, чтобы, чтобы вас оценили, чтобы, чтобы вы себя, может быть, видели, чувствовали правильным. Ну, вот, ну, это, опять же, мало влияет на то, как люди, как люди вас воспринимают. Ну, я полагаю, что вы уже и сами это поняли. Дальше. Я не нравлюсь тем, кто нравится мне, наоборот. А что есть симпатия? Что есть симпатия? Вот вы, да, производите впечатление у человека, который, абсолютно и полностью не открыт для каждого. То есть, что вы понимаете по симпатии, как вы её видите с симпатии вот тут. Вот. Давайте вот на этот вопрос попробуем найти ответ. Вы пишите, что вы нравитесь тем, кто вам не нравится. Ну, значит, в этом есть определённая система. А может быть, может быть, вам в принципе не нравятся те, кому нравитесь вы. Ну, то есть, я хочу сказать, что вы, что вам нравится только завоёвывать, только покорять. нравится нечто недоступное. А доступность вас, ну, скажем так, отталкивает. И благодаря ей, да, ну вот, благодаря доступности вы чувствуете, не чувствуете себя, так как хотелось бы вам себя чувствовать. Так мне эта ситуация видится. И снова, снова здесь вопрос. Для чего мне отношения? Зачем, а не мне? Чтобы что, а не мне? Понимаете, понимаете, да? Дальше. Так, все девушки, к которым я подхожу, или в отношениях, или замужем. Слушайте, а, ну, опять же, а как понять все девушки, к которым вы подходите? То есть, вы меня извините, конечно, да, но непонятно. Ну, непонятно. Значит, все девушки, к которым я подхожу, подхожу. Подхожу – это как? Как, как, вообще, подхожу? Подхожу – это, имеется в виду, пробую отношения построить и ничто. Ну, тогда возникает вопрос, на каком основании вы выстраиваете свои отношения вообще, в принципе, если так мы говорим. Ну, если в таком ключе мы ведем диалог. Дальше. Скорее я вы... Так. Была у меня одна девочка, из которой, если говорить, придется на что-то к другому моей противоположности. Э-э-э-э. Так бывает, но здесь, скорее, у вас были не совсем здоровые отношения. Вот. Э-э-э-э. Дальше. Скорее я выбрал не ту, мы совсем разные семей, э-э-э, и совсем разные. Так, а разве это... Э-э-э-э-э... Н-не хорошо, что вы только разные. Разве это... Не нормально? Чтобы не разные? Ведь, э-э-э-э... Э-э-э.. Э-э-э-э... То есть вот, ну, то, что люди разные и составляют долог отношений, как вы считаете, и то, что вы из разных семей. Вы же вместе были, вы же три года встречали. То есть это похоже на, знаете, вот как будто защитную реакцию вашего здесь. То есть очень похоже на то, что вы просто пытаетесь сейчас вот, ну, как бы себе объяснить, да, почему вот у меня не получилось сделать, ну, вот с ней. И пытаетесь включать, раз она льёт, и объясняете, почему это не вышло. Это на самом деле так не работает, это путь, ну, это путь в никуда. Потому что это вам, вам ничего не даёт. Если вы её выбрали, вот вы выбрали, ну, девочку, да, то, ну, как минимум вам нужно уважать свой выбор как минимум. Вот. А вы, получается, его не уважаете. Свой выбор. Вот. И опять же, к вам вопрос, как тогда? Как всегда вы устраиваете отношения, если вы не уважаете свой выбор? Сейчас некоторые пишут и знакомятся, но это, всё это совсем не терзко, хочется строить отношения. В том-то и дело, что это не так работает, она не... Вы в корне неверно выстраиваете отношения, у вас в корне неверный подход к отношениям. Отношения для вас и партнёры для отношений, это как товар. Хотя, люди в отношениях не товар. И люди воспринимаются непосредственно, аутентично, без какого-то намёка на будущее. Вот. А вы же воспринимаете именно, ну, вот именно так людей, ну, девочек сейчас. Вы воспринимаете девочек именно так. Вот вы видите их, как, ну, именно партнёров, которые вам должны быть, с которыми вы, может быть, будете строить отношения, да? А может быть и нет. То есть это, ну, просто вот поймите, что это штат не работает. Отношения выстраиваются аутентично, без какого-то намёка на будущее. Отношения в этом смысле слова не строят, а отношения в этом смысле вступают, да? А вам не хочется строить отношения. То есть вам прямо самому в них, да, вот, самому в них, аааа, что-то ну-ть. Вот. Смотрите. На какой момент. Ну, это, это, это вопрос. Ну вот, это вопрос к вам, это вопрос именно к вам. Для чего вам такого рода отношения? На этом всё, надеюсь, что помог вам вытрашивать, и не могу понять, что дело не так, и почему так происходит. Я вам отвечу на этот вопрос следующим образом. Значит, вы следуете определённому сценарию. И как сказал мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, вы избегаете близости. Для чего вам это? Зачем вам это? Нужно исследовать. Вот. Поэтому, если вы хотите разобраться о подробнее вопросе, то вам нужно выбрать себе эксперта и начать с ним работать по данным направлениям. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.